Пока по проезжей части улицы Александра Солженицына можно спокойно гулять пешком. Автомобили редкие гости на этом участке. Но когда будет достроен детский сад и возведут школу, и продолжат застраивать микрорайон, такой прогулки себе уже не позволишь. Улица Солженицына свяжет между собой новостройки, образовательные учреждения и парк дружбы народов, где и начинается дорога. Ее проложили по национальному проекту «Жилье и городская среда». Основная часть работ уже выполнена. Четыре полосы для движения, тротуары и система ливневой канализации. Осталось лишь навести порядок на газонах и установить освещение. В микрорайоне продолжается строительство детского сада. Он будет рассчитан на 215 мест. Рабочие уже возвели фундамент и перекрытие первого этажа. К 10 ноября планируют приступить к перекрытиям этажа второго, а также к работе по наведению порядка на территорию участка. В смену работает порядка 80-85 человек. Работаем в продленку. В продленку до 10. До 11. Потом идет заготовка материала. На следующий день мы работаем с 7 для утра. Также глава города осмотрела стройплощадку нового выезда из микрорайона. Это будет четырехполосный участок улицы Тихомирово от Осетинской до Народной, обустроенный светофором, полосами для разгона и торможения, что позволит существенно сократить время движения до исторического центра города. Светофорное регулирование летом уже доказало свою эффективность на выезде из микрорайона. Проблем с выездом с Волгаря на время строительства Фрунинского моста не было. Жителям позволит это в разы сократить время, проведенное по дороге на работу. Строительство новой развязки усложняет перекладка коммуникаций. Но на комфорте жителей это никак не скажется. Отключения не будет. График всех переключений согласован с ресурсоснабжающими организациями. Достроить новый выезд из микрорайона планируют до конца этого года. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События. Продолжение следует...